У каждого своя правда Учитель, разреши наш спор Я считаю, что остеопатия не работает Ведь есть Кахрейновский обзор Доказывающий, что она не лучше, чем невмешательство Ты права Нет, остеопатия работает Мне же помогает Мне становится лучше после сеансов С моим остеопатом Ты тоже права Нет, погоди Так не может быть Они не могут обе быть правы Они же противоречат друг другу И ты тоже прав У каждого своя правда Задумайся, когда ты думаешь о мире Это лишь убеждение у тебя в голове Когда ты думаешь Проблема в том, что просто они все неправы Вот и все Никакого противоречия нет Ты же о том, что думают другие люди Это тоже лишь убеждение у тебя в голове Так что не существует ничего, кроме убеждения у тебя в голове Ну, убеждение А почему ты взял, что это правда? Это не значит, что они правы просто Привет Вы на канале Боесятина Меня зовут Роман Ачисов И мы тут пытаемся меньше ошибаться Давайте попробуем разобраться Есть ли тут неправые Сегодня мы поговорим об одной из самых полезных, на мой взгляд, идей Из области рациональности Это идея о том, что не все равно во что верить Идея о том, что мы можем ошибаться в своих убеждениях об окружающем мире И это плохо А предпринимать усилия для того, чтобы ошибаться меньше Это хорошо Мы заранее не знаем А куда нам предпринимать эти усилия? Может быть мы все глубже себя закапываем в незнание, предпринимая усилия В наш век, где в соцсетях астрология приравнивается к астрономии, а гомеопатия к онкологии А где же они приравниваются? Пиздобол, получается? Кто приравнивает их, пожалуйста, можно? Цитаты Представьте, что у вас есть карта леса, по которому я иду У меня тоже есть карта этого самого Ммм, метафоры Классно Метафоры, это весело Жалко, что они ничего не доказывают Вот эти самые аналогии Леса, но немного другая К примеру, в вашей карте за той опушкой нарисовано дерево А у меня там озеро Мы представляем себе два немного разных леса, но увидим один Причем мы можем там обнаружить холм и выяснится, что не ваш, не мой прогноз неверен Мы можем увидеть дерево, и я признаю, что моя карта в этом месте неправильная Могу и я оказаться прав, но чего произойдет? Ну просто относительно большого количества абстрактных вопросов Мы это не можем решить точно так же, как, например, по аналогии с картой Вот и все Точно не может? Так это то, что обе карты окажутся правильными Ну да Мы не увидим два разных леса А все потому, что карты не территория Карты это лишь образы Они могут быть как точными, так и ошибочными А главный судья здесь то, что мы увидим за поворотом Потому что нас в этой карте интересует как раз именно то, что мы увидим за поворотом Больше ничего Ну да О, смотрите Совершенно случайно прямо посередине леса стоит мольберца Моя любимая картина Рене Магрита Предательство образов На картине изображена трубка Но сама картина трубкой не является Это лишь образ О чем нам заботливо сообщает автор вот этой подписью Какое чудесное совпадение Наши убеждения об окружающем мире это такие же карты Это не реальность Проблема заключается в том, что это не такие же карты Ну хотя В каком-то смысле Убеждения претендуют на соответствие Только карта Срисовывается с феноменального мира А наши убеждения далеко не всегда Как делают Лишь ее образ у нас в голове Они дают прогнозы и формируют наши ожидания О том, как кто-то или что-то себя поверит Да, но тут есть большая разница Потому что истина Как бы мы ее не пытались сформулировать Ну ладно Сформулировать мы можем ее по-разному Феноменальный Ну если проще воспринимаемый Гоблин опера Ну Правда есть отличия между воспринимаемым и феноменальным Но это плевать Пока воспринимайте так Поведет Вот там жди холм Вот тут идет тропа В сравнении с картой Плохое Потому что карта Она зациклена На нашем феноменальном опыте В то время как Истина На нем судя по всему не зациклена Как-то так Вот Ну то есть мы идем по лесу Вот здесь находится это дерево Тут то дерево Вот там находится Я не знаю Дорога Вот И мы по этой карте смотрим И можем предсказывать Что мы увидим С помощью этой карты Проблема заключается в том Что ну мы уже Уже кто-то прошел по этой местности Все это зарисовал Потом кто-то прошел Еще может быть проверил Вот получилась карта Реально же мы не знаем Как работает заранее И не знаем Можно ли вообще нарисовать ее карту Начальник наверное Злится на меня А вот этот аппарат Крутится Не спроста На их основе Мы планируем жизнь Но как и карты Не все убеждения точны И как и с картами Главным судьей Для убеждения Является реальность Какая нахуй реальность Реальность не имеет Никого отношения к карте Мир который мы наблюдаем Феноменальный мир Он крайне сомнительно Является реальным То есть География Там вообще любая география Она не имеет отношения к реальности Она имеет отношения к феноменальному миру А вот Есть ли отношения к реальности Это спорный момент Здесь Она точно имеет отношения к феноменальному миру И к корреляциям в этом феноменальном мире При этом всем Нет Это яблоко И при этом всем Отношение к реальности Здесь не очевидно Его доказать невозможно Иногда мы в чем-то Очень сильно уверены И сильно этого ждем Но происходит Что-то другое Вот тут и притаилась проблемка Из-за когнитивного искажения Под названием Наивный реализм Нам кажется Что мы видим мир Напрямую Нам кажется Долбоеб Наивный реализм Это философская позиция Те хуесосы Которые называют это Когнитивным искажением Пусть идут нахуй Блять Умственно неполноценные дегенераты Ну Прошу прощения За оскорбление Как бы да Кажется Что наши убеждения О реальности И есть реальность Как я уже говорил В ролике Про когнитивные искажения Мы легко признаем Идею о том Что другие люди Ошибаются И видят мир искаженно Куда хуже Обстоит ситуация С признанием Собственной необъективности И неосведомленности Но люди были бы Не люди Если бы под это искажение Не придумали Специальную философию Которая его оправдывает Даже две Первая идея в этом ключе Является философия Солипсизма Идея о том Что реально только то Во что ты веришь Что нет ничего реального Кроме твоего сознания Именно от радикальной формы Этой философии Пошли модные нынче Афирмации Ну знаете Фильм секрет Но настоящие Солипсисты Существуют Только у себя в голове Простите за кламбур Не удержался Давайте познакомимся С куда более влиятельной На сегодняшний день Философии Ну все пошло Короче поехало Какой-то тупой Сиентист Опять короче На философию Бычит Все дела Разные философские позиции Для него Это уже Просто чуть ли не ошибки Софии Имя ей Постмодернизм И это буквально Антирациональность Постмодернизм Зародился как Протест Против черно-белой Картины мира Где все знания Можно поделить На правильные И ложные Постмодернисты Довольно корректно Указывали на Наивность Такого подхода Возвращаясь К аналогии с картами Они критиковали Идею Об идеально Точных картах И это в целом Пиздобол Они вообще Критиковали Если такую метафору Проводить идею О возможности Создать карту Против методов Создания карт Которые вы используете Они выступали В целом Здравая критика Карты Чел Ты посчитал Постмодернистов Что ли Я не знаю В принципе Рационалистический Подход Не интересует И в целом Они против Ну в среднем Они против истины Как таковой Ты и территория Действительно Всегда отличаются Льюис Каррол В одном из своих Произведений Шутил на тему Карты с масштабом Километр В километре То есть Карты в реальную величину Да И убеждения И научные модели Всегда имеют Некоторую степень Неточности Вот только Постмодернисты Идут дальше Раз у нас Нету идеальных карт Значит Все Карты равны Философ Полфей Рабин Даже придумал Для этого название Эпистемический Анархизм Мол Верь во что хочешь И тебе за это Ничего не Вот только Постмодернисты Идут дальше Раз у нас Нету идеальных карт Значит Все Карты равны Они не утверждают Что у нас Нету Просто идеальных Карт То есть Ты хочешь сказать Что есть Одни карты Более идеальные Есть другие Менее идеальные Я же правильно понимаю Просто Постмодернисты Они разъебывают Саму рациональность Как таковую И основные методы Модерна Включая научные методы Нихуя себе Да Ну и это выравнивает Разные позиции Нету большой разницы Между научной позицией И например Позиции Какого-то мага Все это Скорее всего Одинаково Далеко от Какой-либо Истины Если истина Вообще Существует Ну и все В наших Системах Познания Кроется Та или иная Коренная ошибка Либо В подсознательном Либо В речи Ну то есть Мы симулякры Создаем в речи Либо еще Где-нибудь То есть Мы тем или иным Способом Систематически Продуцируем Ложь Буквально Да И наши методы Которые Как нам кажется Отличают правду От лжи И просто закрепляют Ложь Дальше Все Как бы Да Это вот такая Давайте Это усредненная Наверное Позиция постмодернистов Вот как бы Усреднили Рационалистические методы Не помогают Все Не срабатывают То есть Логика не работает Логика не позволяет Ничего узнать Ничего познать И логика по сути Ну если к бодрияру Обратимся Ну она С симулякрами работает Логика Это просто формальная Хуйня Напоминаю А представьте Все чем она Оперирует Это симуляция Симулякры по сути Ну то есть Это не настоящая Объекты То есть Почти все Объекты языка Это не настоящие Объекты Они не отсылают К реальности Причем чаще всего Это даже По бодрияру Не симулякры Первого порядка Потому что Симулякры первого порядка Отсылает напрямую К реальности Это симулякры Уже там Второго и третьего Порядков Которые вообще Ни к чему Блядь не отсылают То есть Теперь представили себе У нас есть логика Которые так или иначе Оперируют Словами Которые Ни к чему Блядь не отсылают Отсылают Сами к себе Отсылают К другим словам Которые отсылают К другим словам Которые отсылают К другим словам И это потом Все зацикливается В цикл из слов Блядь Все Это что-то близко К Бадрияру Будет трактовка Бадрияр не единственный Есть другие авторы У которых Несколько свои Здесь заходы Ну Нет Нет Конечно Они говорят О том Что Нельзя создать Совершенную Блядь Карту Чтобы это Блядь Не значило Нет Там проблема Куда глубже Там исходные Посылки Глубже Вообще В принципе Другой вопрос Непонятно Как это доказать И так далее Потому что Сами правила Доказательства Ну По крайней мере Традиционные Правила Доказательства Которые мы имеем Имели В европейской цивилизации Ну Они там подвергнуты Просто Радикальнейшему Отрицанию Не сомнению А именно Что отрицанию Да и вообще Читать Посмодернистов Довольно Трудно Потому что Непривычно Для академического Человека В целом Философ Пол Фейрабен Даже придумал Для этого Название Эпистемический Анархизм Эпистемологически Правильно Написал Пол Фейрабенд Это Не постмодернист Блять И он не этому Придумывал Название Чел Блять Может быть У Фейрабен Есть какие-то Общие моменты С постмодернистами Но он Блять Не постмодернист Ну кстати Пол Фейрабенд Вполне Находился В дискурсе Вот Аналитических Философов По сути По сути Ну потому что Он отсылает нас К кому? К Попперу Он нас отсылает К Локатасу Он нас отсылает И Куну Он нас отсылает Это аналитические Блять Философы Тут как бы Вот так вот Да Позитивизм Вообще В целом И постпозитивизм Они довольно быстро Пересели На рельсы Аналитической Философии И соответственно Породили Вот постпозитивизм Позитивизм Уже в более поздних Форумах порождает Постпозитивизм Он аналитический Фейрабенд Здесь тоже аналитический Человек Но проблема заключается В том Что его посылки Фейрабендовские Они Отличны От Постмодернистических Это принципиально важно В данном случае Потому что На самом деле All goes Все сгодится Но сгодится Для чего? Сгодится Для того Чтобы практику Использовать Не значит Что все истинно Анархизм Здесь ипостемологически Означает то Что давайте Давать шансы И этому И этому И этому И этому Для того Чтобы все Пути Они как бы Были проработаны Все просмотрены Из каждого пути Была извлечена Максимальная практика И так далее И так далее И так далее И так далее Мол Верь во что хочешь И тебе за это Ничего не будет Я глубоко А типа Ты хочешь что-то Сделать кому-то За то Что она что-то Верит Я пока что Не понял Разве Рационализм Не подразумевает Разве Рационализм Подразумевает Избиение Людей Там Или Не знаю Какие-то Другие Серьезные Санкции Против Инаковерия Какого-то Стойко Уверен Что Правды Не существует Идея Истины Это всего Лишь Уловка Людей Чтобы Навязывать Другим Свои Убежды Блядь У этого человека Нету Наверное Философского Образования Слушайте Я просто думал Что у чела Есть философское Образование Потому что Он на стриме С Панчином Ну как-то Неплохо Раскидывался Разбрасывался Так скажем Логическими Разными Терминами И вроде Был Ознакомлен С аналитической Философией Плюс Минус С какими-то Основными Моментами Этой философии Был ознакомлен По крайней мере Современный Плюс Минус Точно А потом А потом Вот оказывается Он постмодернистов Ну вообще Вообще Нет И фейерабанда Тоже Совсем Нет То есть он их даже Ну по каким-то Странным критериям Знаете О У европейцев Есть логика О У индусов Есть логика Индусы Есть европейцы Вот как-то Вот в таком духе Да То есть у него Сопоставление По очень Абстрактному Признаку Понимаете По какому-то Вот Вот он как-то Его сам Вот понял Вот Вот собственно Постмодернисты Вот фейерабанда Хотя они генеалогически Очень сильно разнятся И вот вроде бы Какое-то вроде бы Сходство И вроде бы Тут прощай разум И вроде бы Тут прощай разум Везде разум Прощай А блять Все Следовательно Одно нахуй Тоже И фейерабанда И фейерабанда Это не карты Это не карты Нужные для того Чтобы эффективно Передвигаться По территории А скорее Одежда Заходишь ты такой В магазин И думаешь А во что сейчас Модно верить А что лучше Подчеркнет мой образ Постмодернизм Отчаянно Отстаивает идею О том Что ты можешь верить Во что угодно И это Да Серьезно Что такое Постмодернизм Кто Кто отстаивает Кто конкретно Отстаивает Кто конкретность Постмодернистов Что такое Блять Постмодернизм Просто мы еще Не до конца Убедились Ну ладно Это правда Ты можешь нарисовать Любую карту Не обязательно Выходить из дома Можно даже ребенка Попросить что-нибудь Накалякать Ну или Поискать вдохновение У индийской богини На Магире Кто я такой Чтобы ограничивать Тебя в этой свободе Ну чел Очень сильно упрощает Чел очень сильно упрощает Я просто до определенного момента Думал что он С философского факультета Но я сейчас не думаю Просто насколько я помню Насколько я помню Насколько я помню Постмодернизм Ну как минимум В современном философском образовании У нас постмодернизм Отдельно рассматривается Как отдельная стратка Может быть даже Как отдельный предмет Ну или в современной философии На него делается В предмете Современной философии На него делается Большой упор В том что На аналитическую Может он Не особо делается А вот На постмодернизм Почти наверняка То есть пропустить Постмодернизм Почти невозможно Как мне кажется Ну ладно Я лишь хочу Предупредить О возможных Последствиях Ведь точные Карты Нравятся нам Больше Каракуль ребенка Не просто так Они имеют Разную ценность И вот почему Чувак Ты Блять Придумал Ебанутую Тупую Шизофреническую Нахуй Аналогию Аналогия Очень хуевый Аргумент Как мне кажется Ну да ладно Во-первых Точные Карты Позволяют Ставить Цели Которые Существуют На территории Представьте Прям буквально Существуют Мы будем Задаваться Вопросом О существовании Какая-то Антология Будет Открываться Я не знаю Будут доказательства То что Они реально Существуют Ну кроме того Что мы Феноменологически Видим Мы снаряжаем Экспедицию Или просто Тратим Весь отпуск В пути До красивейшего Архитектурного Сооружения А придя на место Выясняем Что оно существует Только на нашей Неточной карте Довольно досадно Вы и сами Можете припомнить Такие ситуации Но это Закономерная Расплата За неточные Карты Окей Во-вторых Во-вторых Почему ты Блять Сравниваешь Феноменальный мир И мир реальный Нахуй Это ты Видимо Как раз Наивный реалист Туда по всему Тех людей Которые ты клемил Наивными реалистами Вот ты Видимо Один из них Блин Точные карты Точные карты Позволяют Выбирать Оптимальный маршрут Если мы имеем Достаточное Количество Информации О территории Мы можем Проблема заключается В том Что познание Это не карты И познание Карты Не аналогично Друг с другом Даже в научной Картине мира Не аналогично По факту Научная теория Не есть карта Из научной теории Напрямую Не следуют Никакие маршруты И практики И практика Плюс-минус Параллельно Существует В научной парадигме И научной деятельности И научном открытии Все Научная теория Не является картой Она включает в себя Ну как бы Знаете Научная теория Это скорее Набор Абстрактных Предположений О законах Того Как оно Все вокруг нас Происходит То есть Научные законы Научная теория Они даже Они не подобны Карте Я также напоминаю Что научная теория Не есть просто Модель Модель В каком-то смысле И то она не подобна Карте Потому что она Сама по себе Абстрактно Состоит из Математических Разных Расчетов И всего остального То есть Даже Математическая модель Не есть карта В прямом смысле Этого слова Хотя в каком-то смысле Она может выполнять Некоторые функции Но научная Эта теория Не есть модель Не только Лишь модель По крайней мере Да То есть Не всякая научная теория Включает в себя модель Но те теории Которые включают Включают в себя Не только модель Но и многие другие аспекты Сравнить различные пути достижения целей И выбрать наиболее подходящий Причем Обратите внимание Чем больше у нас достоверной информации Тем более очевиден выбор маршрута Даже если нашим выбором будет сложный маршрут Это все же будет выбор Охуенно То есть Чувак пытается Провергнуть Сложнейшие Философские Рассуждения О трудностях Познания Через ебучую Блять Обоссанную Метафору Картам Охуенная аналогия Братишка Гений Гений Блять Просто Выбор Куда обиднее Попасть на сложный маршрут Интуитивно Благодаря неточной карте И героически Его преодолев Обнаружить Короткий маршрут По которому все уже давно прошли Свидок В-третьих Точные карты Делают территорию Предсказуемее Возможно у нас еще нету цели И мы не строим какой-то Конкретный маршрут Но даже на прогулке Хотелось бы снизить Количество сюрпризов Потому что они могут быть Как приятными Так и фатальными Мы либо знаем Что за поворотом Либо нет Предсказуемость важна Какая карта тебе показывает Убийцу с топором вопрос Даже если мы собираемся Просто сидеть на месте Ведь территория Непрерывно меняется А если преуспеть В отрицании ценности Точных карт То можно не заметить Ледник Пока он вежливо Не попросит вас подвинуться Здравствуйте Какой у вас вопрос? День добрый У меня реально что-то барахлит Сломалось похоже Да, поняла Сейчас проверим Все проверили За последние 13,8 миллиардов лет В вашем мире не происходило Ничего необычного Вы точно Не регистрировали? Короче Я подумал Что чувак реально Философию разбирается Когда он с Панчином Пиздел А потом оказалось Что это просто Обычный, блядь, шизик Который, судя по всему Выучил просто Название разных Искажений Немножко почитал Современную философию Ну и теперь вот Насасывает Панчину Дробышевскому И всем остальным Фриком Дебилом И дегенератом Из синетического сообщества Ну потому что Это детсадовское видео Ни в каком виде Не катят на Критику Ни постмодернизма Ни фейерабенда Не знаю Нахуя он всех упомянул Ни на критику Мистиков никаких Потому что Ну блядь Просто это Почти никого не касается Эти детские примеры С картой То есть Чувак сюсюкает Буквально Объясняет Какую-то хуйню Это крайне неуважительно Тупо При том что Это ты блядь Не прочитал Ни фейерабенда Ни постмодернистов Блядь не прочитал Ни мистиков Магов Никого блядь Ты никого нахуй Не читал из них Судя по всему А если читал То читал Настолько плохо Что надо бы Отправиться перечитывать Угу И при этом Этот чел Типа свысока Сюсюкает И рассказывает Нам о том Ооо Смотрите Карта А вы не понимали Этой простой Метафоры Этого простого Отношения Вот наше Научное Познание Оно есть Карта Оно есть Карта Вот И оно позволяет Нам предсказывать Разные полезные Штуки Видите Вот это вот Есть Круто Это хорошо Это карта Карта Видите А у вас Не карта А у вас Одежда Бу-бу-бу-бу-бу Блядь Ой Простите Я забыла Спросить По скрипту Вы являетесь Клиентом Реальности Она должна Работать Так Как вы Желаете Совершенно Верно Назовите Пожалуйста Номер Договора Что? Какой еще Номер Договора? У меня Нет Никакого Договора Но в таком Случай Реальность Праве Отказать Вам В оказании Услуг По подстройке Себя Под ваши Вкусы Ведь Такие Требования Не подкреплены Юридически Не должна Я могу Предложить Вам Скачать Бесплатное Обновление Своих Убеждений Чтобы Они Соответствовали Реальности Но Ведь Тогда Я буду Ожидать Не Того Чего Я хочу А То Что Произойдет Да Так Это И работает Радует Что Вы Знакомы С принципами Работы Нашего Продукта Сейчас Все Сделаем Больше Всего Обожаю В Это Что Круто Это Штаг Прекрасно Внезапная Вставочка Юмористическая Это Штаг Замечательно Это Кринж Ну Да Ладно Я тут Посмотрела На Вашем Устройстве Не хватит Памяти И Вычислительной Мощности Для Записи Полной Версии Реальности Поэтому Я предлагаю Вам Скачать Пакет Реально Слайд Он Обладает Меньшей Точностью Но Все Будет Чаще Совпадать Реальностью Чем Текущая Пиратская Версия А его Неабсолютная Точность Сохранит Вам Такое Дорогое Для Вас Ощущение Неожиданности Сбросить Вам Ссылку Реальность Не Интересуется Нашими Убеждениями О том Как Она Должна Работать У нее Просто Нет Такого Механизма Не Происходит Ничего Напоминающего Выборы Когда Реальность Опрашивает А Работает Ли Сегодня По мнению Людей Гравитация Здравствуйте Мы Проводим Телефонный Опрос Населения Подскажите Верите Ли В закон Семирного Тяготения Мы Хотим Решить Включить Его Или Нет До Открытия Гравитации Люди Падали Преимущественно Вниз Как И Сегодня И Это Происходило Вне Зависимости От Их Убеждений А Как Люди Могли Не Открыть Гравитацию Сразу Если Люди Всегда Падали При этом Может быть И нет Никой Гравитации Ну Как Абстракции Некоторые Может Что-то Другое Там Есть Ну Просто Гравитация В любом Суча Естественное Что-то Да Естественный Процесс Давайте Даже Гугланем Как Определяется Гравитация Универсальное Фундаментальное Взаимодействие Между Материальными Телами Обладающими Массой Допустим Тела Фактически Не обладают Массой А массой На самом деле Является Что-то Другое Вдруг Да ладно Скетч Оплачено Пресс Вячеслав 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 Точнее Так Формула Не есть Гравитация Александр Вот у нас Определение Что такое Фундаментальное Взаимодействие Даже Смотрим Гравитация Это Фундаментальное Взаимодействие Фундаментальное Взаимодействие Также известное Как фундаментальные Силы Качественно Различающиеся Типы Элементарных Частиц И составных Из них Тел Вот Что Есть слово Естественное Какое-нибудь Секунду Ща Даебусь Ща Даебусь И уничтожу Все взаимодействия Одним словом Вот Секунду Ща Че-нибудь Нарою Не бойтесь Универсальное Замейство Между Материальными Телами Ну Может быть Нет Никих Материальных Тел Ага Все Нет Гравитации Допустим Беркли Беркли Материальными Телами Здесь Пишется Все Применяем Сюда Всю Философию Беркли Определение Гравитации Идет Нахуй Короче Масса Че такое Масса Смотрим Опять же Скалярная Физическая Величина Определяющая Инертные Гравитационные Ой Блядь Здесь Циклическое Определение Понятно Инертные Гравитационные Свойства Тел В ситуациях Когда их Скорость Намного Меньше Скорости Света Короче Понял Определение Зациклено Похуй Короче Похуй Понял Принял Давайте Сильное Взаимодействие Как формулируется Ну ладно Возможно Я мог найти Еще другие Определения Для того Чтобы Все это Еще Дальше Подразъебать Просто Формально Мы можем Отменить Гравитацию Используя Другую Философскую Школу Их Описанию Все Конец Гравитация Она только В научном Дискурсе Присутствует Они Эту Выдумали Они С этим Термином Работают Они Его Собственно Иможинируют Это Никак Не может Изменить Ни сила Нашей Уверенности В убеждении Ну Если Мир Симуляция Может Никакой Гравитации Например Не быть При этом Конец Ну Как бы Нет Никакого Естественного Закона Нет Никакой Материи Потому Что Это Симуляция Симуляция Сама По Себе Нематериальная Нет Там Массы Никакой Потому Что Нет И Гравитации Ничего Другого Нет Все Это Просто Нам Кажется Ну В игре Ведьмак Мы Можем Тоже Что-то Назвать Гравитацией Но Это Будет Ненастоящая Гравитация Очевидно Потому Что То Что Мы Производим В игре Могло Быть Описано И Совершенно По Другому И Работать Совершенно Иначе Ну Да Ладно Не Количество Людей Которые Также Уверены В Чем То Если Два Инженера Простят Друг Друг Общие Ошибки Обе Собранные Ими Ракеты Все Равно Не Полетят Даже Если Все Инженеры Мира Соберутся И Договорятся Считать Незначительными Некоторые Нарушения В сборке Ракет И И Маск Даже Напишет Об Это В своих Соц Сетях Эти Ракеты С Ошибками Все Равно Не Полетят Люди Не Решают Какими Будут Законы Природы Мы Не Придумываем Точной Карты Мы Рисуем Их Смотря На Территорию Так Что Идея О том Что Никто Не Может Быть Абсолютно Прав И Идея О том Что Забавно А Что Если Мы В Кавычках Нарисуем Точно Такую Ж То есть Будем Рисовать Не Наукой С Ее Гравитациями Естественными Отборами И прочей Хуйней А будем Использовать Например Души Духов Там И так Далее И так Далее И так Далее И все Будет Идеально Описано При этом Все Факты Будут Учтены Что Тогда Все Право В равной Степени Ни Одно И то же Да Идеальных Моделей В науке Нет И в жизни Мы Не Можем Быть Уверены В чем То На Сто Процентов Всегда Есть Некоторые Неопределенности И поэтому Прям Колоссальная Неопределенность Мы Обречены Ошибаться Ошибаться И еще Раз Ошибаться Но Мера Этой Самой Неопределенности Разная Что Позволяет Нам Ошибаться Меньше И Меньше И Меньше Если Мы Этого Конечно Хотим И Как Сказал Фантаст Айзик Азимов Люди Думали Что Земля Плоская И Они Заблуждались Потом Люди Думали Что Земля Идеально Круглая И Они Тоже Заблуждались Но Думать Что Первые Вторые Заблуждались Одинаково Это Заблуждаться Больше Чем Все Они Вместе Взятые Хоть